сегодня у нас друзья выпуск страшноватый и оба его участника совсем не понравились бы гринпису в обоих подопытных речь идет о некоем вирусе ставящим под сомнение выживание всего человечества как вида так что здравствуйте если вы конечно чувствуете себя здоровыми и я перехожу к первому фильму инферно дэн браун оказывается не только забористый писатель умеющий ловко зажигать словом и цеплять миллионные гонорары его всерьез пугает проблема перенаселенности нашего шарика по крайней мере он так говорит отсюда в его повести появляется гений миллиардер создающий некий вирус который должен подкорректировать численность двуногих за несколько дней человечество это болезнь инферно лекарство этот манифест здорово напомнил мне другой со сходным смыслом человечество это болезнь а мы лекарство том хэнкс как всегда играющий гениального профессора лэнгдона просыпается в больничной палате во флоренции его способности оказываются здорово подпорченными а эйдетическая память дает сбой где мы знаете however as can sometimes happen to super heroes дальше вокруг него начинается фирменная дэн брауновская чертовщина связанная с адам данте аль герри и тем самым миллиардером зобристом профессору присоединяется врач сиена брукс фелисити джонс и действие стартует в карьер на поиске смертоносного устройства инферно получилось довольно агрессивным и динамичным практически если убрать из фильма постоянную беготню то останется совсем немного времени если есть хоть какие-то сомнения или даже самый слабый намек что сцена нуждается в пинке взад герои мигом вспоминают что они должны куда-то бежать в результате перед нами очень схожи с джейсоном борном кино герой серьезным лицом смутно помнят что с ним что-то случилось куда-то бежит и пытается разобраться в загадках которые множатся вокруг это все такая же конспирологическая лента но на сей раз никакой исторической провокации в картине нет за исключением пожалуй работы в азаре битвы промарчиана загадка действительно заложены художником в это произведение и связаны с самым грандиозным детищем самого леонардо да винчи достойна отдельной истории так что основной сюжет ленты вымышлен и типичен для шпионских триллеров просто охота за маленькой коробочкой у которой слишком большой и нехороший потенциал к счастью нам снова показывают целую вереницу красивейших мест мира на которой можно с удовольствием отвлечься от заурядной истории дворец дожий обширные сады палаце питти коридор в азаре палаце векио собор святой софии и так далее но мы же здесь не на туристической прогулке господа напрягшись кроме архитектурных изысков можно вспомнить один неожиданный сюжетный поворот красотку фелисти джонс и пожалуй самую удачную фигуру индийского актера ирфана кхана играющего колоритного и сложного персонажа а все прочее просто не тянет на уровень хорошего фильма и даже хэнкс какой-то усталый остается надежда на то что браун не забросит свои опысы и в другой раз мы увидим лэнгдона в москве где тот будет искать спрятанной еще мудрым предводителем лейб гвардии арапов телохранители петра первого меч кладенец ильи муромца в подземельях возле кремля где стои поры его хранят для уничтожения человечества их последующий зловещий фсб а прикрывающийся трепетным забралом поэзии благородный рыцарь из общества поэтов символистов с предводителем александром блоком чинили им каверзы до тех пор пока не были подсижены футуристами с могучим маяковским во главе напарницей гениальному но не реалистичному тому хэнксу станет строгая но отважный директор эрмитажа фамки янсон а оппонентом от кровавого фсб сделают генерала мошкова вот это будет кич настолько плохой что уже даже хороший а пока пропускайте смотреть особо незачем теперь от данте алигьери переходим более современному представлению об аде на земле новая эра z и сразу никакого отношения к войне миров за с брэдом питом главной роли это изделие не имеет собственно называется девушка со всеми дарами ну или одаренная девушка это уж наши прокатчики внесли от себя тену в надежде что так кинцо соберет побольше с доверчивого у зрителя после зомби эпидемии вызваны каким-то грибком нормальные люди выживают на нескольких оставшихся военных базах на одной из таких баз в англии держат детей родившихся как следующее поколение зомби они гораздо пасть необычных мертвяков потому что также разумны как и люди сохраняют нормальный человеческий вид но они могут контролировать свое влечение к плоти и от их укуса заражения тоже неминуемо врачи не оставляют попыток разработать вакцину от грибка в процессе медицинского эксперимента оборона базы была прорвана напором зомби избежать смогло только несколько человек сержант паркс пэдди консидайн учительницы хеллен джема артертон врач колдуэл глен клоус и мелани сессия на ну а тот самый ребенок зомби что нужен врачу это случайно сложившаяся компания начинает свой путь сквозь зараженную территорию к выжившему пока штабу сразу скажу если на инферно я пошел просто из-за хэнкса то здесь сначала немного подглядел рейтинги и меня здорово обрадовало то что большинством критиков фильму выдан однозначный зеленый свет судя по необычности постановки я ждал поучительного кино о гуманизме сострадания к ближнему и рациональном выживании но уже после описано уступление все эти ожидания летят в помойку нам самого начала дают понять крайнюю опасность деток сеанс демонстрации устроена с сержантом глуповатый хеллен и заодно зрителю не оставляет никаких сомнений это абсолютно чужие существа содержать которых можно только в клетке последующие разборки это много раз подтверждают и тем не менее курица хеллен схватывает приступ материнского инстинкта по отношению к зомби ребенку этот пассаж довел сержанта до истерики а я начал искать выход из зала но одумался решил досидеть до конца а зря потому что сержант не пристрелил эту самую хеллен как должен был сделать командир ответственно за свою группу и даже несколько раз положился на зомби в дальнейшем накал у детей граждан постоянно рос и только обязанность избегать спойлеров не позволяет мне сейчас разгромить это нагромождение нелепостей но чтоб стало понятнее пару примеров я приведу прежде всего нам объясняют что эти младенцы прости господи прогрызла себе путь наружу но интересно как и чем они это сделали ведь нам известно что у новорожденных нет зубов кроме того доктор наблюдает за этими детишками уже несколько лет но оказывается не знает что они могут не дышать следствие чего попадается на элементарные трюки и самое интересное фильме этих детей называют новым более продвинутым поколением зомби однако они не могут быть новым видом зомби потому что поставлены для этого для своего появления слишком жесткие условия они могут появиться у здоровых матерей заразившихся прямо перед самым рождением детей это девиация отклонения но только невозможность для появления нового вида и еще один фантастически глупый момент фильма доктор единственный более-менее трезво рассуждающий фильме человек признает зомби девочку живой хотят лично знать что все ее функции вызвано к жизни паразитирующим грибком управляющим мертвяками как роем пчел она фактически кукла выдерни грибок и она упадет но нет и на этом выводе строится вся ужасающая концовка фильма это далеко не весь список тупости ленты но по моему хватит если вы считаете надуманным конфликт бэтмена против супермена то по сравнению с этим проектом комикс был верхом рационализма я думаю сейчас вы даже без дальнейших объяснений чувствуете как должен закончиться этот фильм исходя из сказанного мной так вот вы абсолютно правы именно так как всегда заканчивается дело если его отдают в руки глупца не знаю о чем думал колл маккартни режиссер кенца но если следовать его логике то таким обитателем шарика действительно стоит вымереть как слабому и умственно отсталому виду подводя черту если выбирать между этими двумя фильмами идите на инферно там по крайней мере хэнкс и красивые достопримечательности в новой эре посмотреть можно разве что на припять с высоты птичьего полета вот такой муви уикенд с вами был майкл увидимся на более интересных фильмах что ты наделал